Чем сегодня нас порадуют? Все ждали этой серии, и я тоже. Сегодня я увижу Лану. Да! Пары вспоминают главные моменты. Я готова к бою. Давайте смотреть! Гордиться нечем. Вчера я рассталась с Эрикой. Хорошо смотрелись вместе. Нечего было мисками кидаться. Если летят оскорбления или тарелки, пора, наверное, расставаться. Им есть что сказать. Уильямс ответил, что у него умерла единственная тетя. Ее фото показал? Да. С ним на том же фото? Нет. Участником смотрим вместе? Это она! Господи, это Лана! Говорил же? Да ладно! Я говорил, настоящее, и комментаторам в соцсетях. Как дела? Ашаденься, я не впечатлена. Наверное, парень рядом сидит. Знаю, впечатлена. Вот, подумал, что нашел настоящую любовь, но, увы, ошибся. Эд, она настоящая. А ты настоящая сволочь. Не буду спорить. Пора рассказать всю правду. Я счастливее. Рада, что мы не вместе. Увидимся. Скоро увидимся? А это еще что? Глазам не верю. Скоро увидимся. Виза невесты, виза жениха, знакомство. Ответный удар. Лас-Вегас, штат Невада. Знаю, все ждали этой серии. Я тоже. Сегодня я увижу Лану и докажу, что вы ошибались. Она настоящая. Ну-ка, она такая красотка, что мне точно жарко станет. Надо немного попить. Ну, все. Давайте смотреть. Вы там заждались? Посмотрим на мою девушку. Дэвид Невада Боже, это она. Она. Это она. Ну, дела. Говорил же. Господи, это Лана. Да ладно. Я говорил, настоящая. Чего вы так удивляетесь? Спокойно. А вы чего ждали? Вот это да. О, вау. Господи. Я вам не рассказывал. Когда Лана вышла из метро и перешла через дорогу, рядом с ней шел мужчина, я думал, они вместе. Решил, это не Лана. Но где-то на полпути к монументу она свернула и пошла ко мне по ступенькам на площадь. Тогда-то я все понял. Но не хотел заранее говорить, что это Лана. Пришлось ждать еще две или полторы минуты, пока она шла. Площадь там огромная, очень большая. От дороги до меня было минимум метров сто. Поверить не могу. Почему? Почему? Швейбин 81. На медовый месяц Дэвид повезет Лану по всем уголкам, где не дождался ее. И к тому старику в Павлоград заедут. Он будет крестным, их ребенка. Если устроим медовый месяц, обязательно отправим открытку Анатолию и той даме из ресторана. Я розой ей пошлю. 24 часами ранее. Какая попка! Вес поднимает больше, чем ты. Да, она в форме. Меня зовут Светлана, и мне 28. Выглядит старше. Ей 28, я паспорт видел. Почему старше? Не понимаю. С чего ты взял? На что смотришь? Мне очень нравится косметика. Я люблю красоты. В Америке, наверное, намного больше косметики. Не могу дождаться, чтобы попробовать все самое лучшее. Мой сын спросил, Лана выйдет за него ради косметики? Может быть. Меня это волнует? Нет. Нисколько. Главное, чтобы Лана была рядом. Я никогда не могла поверить, предположить, что встречу такого иностранца, как Дэвид. Я написала Дэвиду первое, потому что меня привлекла его фотография. Фото 20-летней давности. И машина чужая. Он ее арендовал. Это мой Ламборгини, но каждый день я на нем не ездил. Просто вложение. Кстати, всем, кто говорит, что это фото из 80-х, мне на нем 49 лет. 49. Это фото 2009 года. Дэвид живет в Лас-Вегасе. Я знаю, что в Лас-Вегасе можно очень быстро пожениться, всего лишь за несколько часов. Пишет чушь визы невесты. Лана говорит, что в Вегасе можно быстро пожениться. Небось, думает, и развод не затянется. Я уже говорил Лане насчет брачного договора. В случае развода она ничего от меня не получит. Ей придется работу себе искать. Алло. Что делаешь? Вообще будет крутой день. Я встречаюсь с этого сайта. Да. Этого сайта знакомств раньше? Раньше я встречалась с мужчинами с этого сайта. Мы от сыщика все знаем. Ты просто разводишь мужиков на деньги и точка. Роберт, почему я по-твоему на сыщика разозлился? Он решил, что там одни мошенницы и я его уволил. Я хочу увидеть, какой он человек в жизни и тогда уже решить о будущем. Ладно, Мотро, спрыгивай. Давай, 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 давай. Видите? Женщины ко мне так и липнут. Сан-Диего, штат Калифорния. Спасибо за внимание. Посмотрим, что вы пишете. Так, это от Карли в твиттере. 2022. Карантин наконец-то закончился. хорошо бы. Иоланда и Уильямс идут на двойное свидание с Ланной и Дэвидом. Стефани нашла парня, Эш больше не пучит глаза. Боже, а большой Эд так и сидит с майонезом. Да, хэштег виза. Я свой майонезик люблю, и волосы с ним шикарные. Посмотрите, Калаокон, Филиппины. Привет. Сегодня Эд улетает с Филиппин. Надеюсь, у него никогда не найдется причин вернуться сюда. Все, давайте смотреть. Розмари Филиппины Эд Калифорния Вчера мы с Рос сильно поссорились, потому что до приезда я не сказал ей, что не хочу детей. Похож на Будду. Так же сидит. Спасибо, Роберт. Я как клубничный Будда. Но тебе тоже похудеть не мешает. Утром она объявила мне, что все кончено. Я вернусь в наш номер и попробую с ней поговорить. она уехала и вещи забрала. Уехала. Рос ничего не оставила. Разве что разбитое сердце. Я не из-за Рос огорчился, а из-за того, что попытался найти любовь 28 лет спустя и не смог. Вот и грущу. Еле поднял этот чемоданчик, аж запыхался. Да что с тобой? Он старается не заплакать. У тебя так не было? Делаешь так. Вообще-то у меня коричневый пояс по айкидо, а такое дыхание это особая техника. Она помогает очистить разум и организм от негативной энергии она работает. Мне так больно. Я не ожидала, что Эд будет плакать. Он сам во всем виноват. Если Эд хотел другой счастливой концовки, не надо было врать мне обо всем подряд. Провел в одиночестве целых 28 лет. Столько лет один. Мне было два года, когда ты начал быть один. Я еще и не родилась вообще, когда Эд в последний раз в отношениях состоял. И вот я подумал, что нашел настоящую любовь, но увы, ошибся. Сообщение от AOS. Эд, она настоящая, а ты настоящая сволочь. Не буду спорить. Молодец. Короткая, в точку и даже слегка задела. Видимо, Рос меня бросила, так что нужно как-то собирать по кускам свою жизнь. Стерва на 99%. Стих на тему визы. Глотни слабительного и лети домой, Эд тебя все ненавидят, дорогой. Поверьте, как только Эд первый раз попил водички в нашей стране, запор его больше не мучил. Я не вру. Привет, я сейчас в своей комнате покажу вам то, что вы все обсуждали. Мою коллекцию джинсов в обтяжку. Берегитесь, а то упадете с кресла в изумлении. Вот тут мои серые. В них зад хорошо выглядит. А эти очень-очень узкие. с ними надо поосторожнее. Вот эта область слегка беспокоит будущее моих детей. А эти более мешковатые, они не совсем в обтяжку. Если в церковь пойду, их надену. Они немного поскромнее. Вот такая вот коллекция. Сиэтл, штат Вашингтон. Продолжаем копаться в грязном белье. Всё перекопаем. Сейчас я буду расспрашивать Эша почему он соврал насчёт развода. Посмотрим, что скажет. Как дела? Оденься ты, чтобы я могла нормально с тобой говорить. Как хорошо. Как удобно снять рубашку во время серьёзного разговора, когда столько всего натворил. С таким телом я бы вообще не носил рубашку. Я даже разочарована. Эш не сильно-то и качается, а фигура всегда такая, будто бывший мстит. Эш оденься, я не впечатлена. Наверное, парень рядом сидит, огорчать его не хочешь. Знаю, впечатлена. Даже не ожидал, что Эйвери согласится ночевать со мной в одном номере. Похоже, она нашла в себе силы примириться с ситуацией, но я всё ещё не знаю, о чём Эйвери говорила сиан. Он боится что-то говорить, понимает, что она всё знает. Я не боялся, мне просто надоело. В тот день, когда она вернулась после разговора сиан, мы с ней обнялись, она меня за руку держала. И секс хороший был. Думал, мы помирились. Я вчера общалась сиан, меня больше всего беспокоила мысль о том, всё ли я правильно понимаю насчёт твоего переезда в Америку вместе с Таджем. Мы с тобой уже обсуждали это раньше. Ты сказал, что всё в порядке. Но потом я поговорила с сиан. Её эта ситуация очень огорчает. Дело в том, что сначала сиан не возражала. Это правда, она была не против, но через какое-то время передумала. А передумала она потому, что узнала, сколько раз Эйвери меня бросала. Спрашивала, уверен ли я. Она клинический психолог. В возрасте Таджа может вам лучше приезжать в Америку и проводить со мной месяца по три, а остальное время жить здесь, в Австралии. По мне, это отличное решение. Я согласен на такой вариант. Согласен на такой вариант. Эш на всё так отвечает. Соглашается, но потом ничего не делает. А что мне сказать? Я не согласен. Наверное, стоило. У нас всё равно ничего не вышло. А ещё Сиан рассказала мне кое-что странное, и я хочу поговорить об этом с Эшем. Спрашивай, пока он без рубашки. я хотела кое-что спросить. Он так замер с футболкой в руках. Боже мой, что ещё она узнала? А какой лжи? А когда спросила, он как будто выдохнул с облегчением. Пронесло. Только про развод. Когда Эйвери возвращает Эша в реальность, он ведёт себя как неисправный робот. спасибо, Робин. Я буду следить за собой. Сиан сказала, что вы развелись год назад. мы не пытались вернуть прошлое. Что ж, она так и сказала. Я рада, что вы оба так думаете. Кстати, обратите внимание, мне удалось добиться от него честного ответа. Победа! Ура! Лас-Вегас, штат Невада. Что там пишут в интернете? Тупая и ещё тупее. Я и Дэвид. Некрасиво. Он семь лет деньги переводил. Ладно, смотрим дальше. Включаем. Пару недель назад мои дети сделали поиск по изображениям и обнаружили, что фотографии, которые присылал Уильямс, просто картинки из интернета. Это из Твиттера. Пару недель назад дети доказали, что он мошенник. Я уже успела простить и вернуться к нему. Что если он опять позвонит? Снова начнёшь верить каждому его слову? Нет. Может и не отвечу. Может. Я решила написать Уильямсу, и он наконец-то мне ответил. Снова здорово. Уильямс ответил, что ему очень плохо. У него умерла единственная тётя. Тётя умерла. Он раньше про семью говорил? Хоть раз. Только тётю упоминал. Её фото показал? Да. С ним на том же фото? Нет. Вот именно. Пусть Даманта и её фото проверит. Мысль хорошая. Ещё один твит. Уильямс попросит отправить ему денег на похороны тётушки. Нет, он меня не просил. Но сказал, что не может камеру починить, потому что ему пришлось за похороны платить. А денег не просил. От Йоланды не дождёшься. Только за это могу похвалить. Ни цента не дала. Да. Оказалось, что фотографии, которые он мне присылал, взяты из интернета. Пусть объяснит, в чём дело. Я попросила впредь не присылать мне чужие снимки. Неважно, кто ты, хочу увидеть твоё настоящее лицо. Теперь она включает психолога. Люблю тебя, пустой, и мошенник. Просто хочу увидеть твоё лицо. Именно так всё и было. Да. Пыталась играть по его правилам. Но он всё равно побеждал. Да. Написала, что просто хочу увидеть его настоящее лицо. Но на это он мне ничего не ответил. Конечно! Да. А чего ты от него ждала? Думала, пришлёт своё фото. Я ему душу излила. Хотела знать, какой он на самом деле. Кому я всё о себе рассказала. хотела увидеть его. Вы всё ещё любите этого мужчину? Да. Всё ещё люблю. Не могу же я разлюбить его так быстро. Пока мне не докажут на 100% что он меня обманывает, я буду испытывать к нему чувства. Йоланда, скажи, как нам довести тебя до 100%? Сейчас я уверена на 99%. То есть ещё 1% тебя продолжает ему верить? Хочет вернуться к нему? Есть 1%? Нет, нет. Видите? Нет, я хочу убедить себя, что возвращаться к нему нельзя. И убедила уже на 99%. Ему нечего мне сказать. Ну-ну. И хотя мои дети считают, что Уильямс обычный аферист, сердце подсказывает мне, что ему стоит доверять. Я очень хочу съездить к нему в Англию. Он не из Англии! О чём она только думает? Ещё так думаешь? Уже нет. До Англии ему далеко. Он точно где-то в Африке. Миддлтаун Коннектикут. Сделаю себе поесть. Хочу жареного риса. Давай готовить, красотка. Так. Щепотку перца. Как зашипел. Слышите? Здорово! Ноттингем, Великобритания. Итак, чем сегодня нас порадует? Увидим, как я наконец-то улечу. И как Дарси говорит, что поставила точку. Я за неё рад. Моя лента со стразами. Я готова к бою. Что же нам приготовили на сегодня? Итак, девочки, что выбираете? У меня масок много. Я хочу эту. Увлажняющую? Аня и Аспен. Мне с авокадо. Мои красавицы. А мама сделает чудо-маску. Мне сейчас не помешает чудо. С тех пор, как я оборвала контакты с Томом, я наслаждаюсь жизнью. Бросила меня, оборвала контакты, повторяет, что сама всё сделала. Но как можно бросить мужчину, который уже с другой? Может, всё же и я тебя бросил. Тебя как будто нарисовал художник-абстракционист, а ты похожа на куклу. Наша мама Барби. Барби в годах. Кому не понравится зрелая, но сексуальная Барби? Пластик я люблю, это точно. Тут и тут. И свою кредитку. Сделайте говорящую куклу Дарси. Тянешь за ниточку, и она говорит, я сильная женщина, или, например, за кофе заплачу сама ещё лучше. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Вы всегда на первом месте. Мои дочери наблюдали, как я переживала неудачные отношения. Но, думаю, я всё равно была для них лучшим примером. Пишут пальчики Твиттера. Боже, Дарси похожа на смесь пилы-три и призрака оперы с этой своей маской. Пальчики. Вы мне отличную идею подсказали, кем нарядиться на Хэллоуин. Нью-Йорк Чувствую себя великолепно. Я уезжаю из Нью-Йорка. Ещё здесь? Я надеялся, что встречусь с той самой Дарси, которая мне нравилась, но этого не случилось. Пишет дорогая Америка. О какой Дарси вспоминает Том? О Дарси, возмутившейся, когда он не переспал с ней в первый же час? О той, что намекала на свадьбу, когда он в коридоре ждал? О той, что напивалась, рыдала и ревновала ко всем? Дорогая Америка, по-моему, ты тоже обо мне вспоминаешь. Не запало ли? Я пытаюсь поступать правильно, но получается далеко не всегда. Том, никто тебе не верит. Хватит. Зато я хотя бы попытался и теперь могу смотреть в будущее. Какая печальная музыка. Он прилетел из Англии только чтобы увидеть Дарси и сразу назад письмо оставить. Стоп, подождите, стойте. Я прилетел в Америку по делам, по работе, а потом не в Британию полетел, а к Шеннон в Канаду. Вы какую передачу смотрите? Полечу в Торонто к моей новой девушке Шеннон. Самолет вылетает примерно через час. Пойду, пожалуй, готовиться к следующему путешествию. Скоро увидимся. Скоро увидимся. А это еще что? Глазам не верю. Господи, полетит к Шеннон в рубашке с черепом? Ты и ее спугнуть хочешь? Череп нужен, чтобы все до знакомства видели, какой Том мерзкий. Вообще-то знакомятся люди лицом к лицу, а когда я ухожу, другие видят череп и понимают, что я мерзкий. Том любит уходить красиво, но я Дарси, и в этом деле я мастер. Самолет вылетает примерно через час. Пойду, пожалуй, готовиться к следующему путешествию. Скоро увидимся. мы идем купаться в парке неподалеку. Вы же хотите поплавать, да? Я люблю гулять тут с собаками, и они обожают. Мне нравится, когда они счастливы. Ладно, давайте вернемся домой. Я хочу нашу серию посмотреть. Красавец Фрэнк. Порт-Агаста, Австралия. Хорошо кофточку надела. Холодно сегодня. Знаю, в Америке там лето. Сегодня вроде бы последняя серия со мной, и я буду прощаться со Стефани. Мы с ней видимся в последний раз. Будет интересно. Смотрим. Гордиться мне нечем. Стефани, Нью-Йорк, Эрика, Австралия. Вчера я рассталась с Эрикой. Хорошо смотрелись вместе. Нечего было мисками кидаться. Да, помню разбитую миску. Я ухожу! Да. Совет для всех, кто в отношениях. Если летят оскорбления или тарелки, пора, наверное, расставаться. после этого я потратила три часа на дорогу до Аделаиды, потому что мой самолет вылетает отсюда завтра. Во сколько встретимся? Эрика, приеду через полчаса. Я спросила Эрику, не хочет ли она встретиться со мной. К счастью, она согласилась. Чушь, визы невесты в Твиттере. Мой самолет вылетает завтра, и я пригласила Эрику, чтобы поругаться еще разок напоследок. У меня сил не было ссориться. Гляньте на мое лицо. Я сама усталость. Привет. Привет. Ихэ написала, что хочешь поговорить? И что? Я тебя слушаю. Я приехала, решив, что вроде как обязана. Она постоянно мне напоминала. Я ради тебя в Австралию полетела. Решила, это мой долг, хотя бы выслушать ее. В этой поездке было много положительных моментов, но были и некоторые не совсем приятные ситуации. Если есть какой-то способ что-то исправить, то я бы хотела знать, что я должна для этого сделать. Это из ТикТока. Заметили, что Эрика постоянно облизывает губы? так. У вас других дел не было? Ну да, облизываю, простите. Могу еще разок? Сейчас. Легче станет? Делайте следующее видео. Сложно даже представить расставание на хорошей ноте. Я ведь рассказала обо всем родителям. Верно, сестренка. И я о том же. Это серьезно. Участники «Смотрим вместе» знают, что это очень важно родителям правду сказать. А она на следующий день скандал устроила. Это как под дых ударить. Просто некрасиво. Хочешь обсудить что-то еще? Я высказала все, что хотела. Я просто хочу забыть все, что произошло. Но, к сожалению, не могу. Меня об этом спрашивают. А я расстроенная, поеду домой, и мне будет очень тяжело. Это Стефани причинила мне боль. Я ей говорю об этом, а она хочет, чтобы ее пожалели. Потому что дома никто про нас не знает. Это ее выбор. Мы не соревнуемся. Спасибо, что уделила мне время и приехала сюда. Дай знать, если захочешь поговорить. Хорошо. Я бы хотела, чтобы это была идеальная поездка. Но все кончено. В наших отношениях было слишком много лжи и разногласий. Придется все забыть. Рене, Стефани только себя любит. Эрике повезло, что она ей жизнь не испортила. Да я куда счастливее. Живу своей жизнью, делаю, что люблю, с собачками сижу и отдыхаю. Все прекрасно. Рада, что мы не вместе. Мельбурн, Австралия. Сейчас мы с Таджем и Эйвери пойдем по парку гулять. Там здорово. Мы с Таджем часто в этот парк выбираемся. Посмотрим вместе. Привет, папа. Как дела? Хорошо. Слишком крепко жал. Привет, Эйвери. Обнимешь ее? Привет, Тадж. Эйвери, посмотри, какой он милый. Сын Уэша ужасно милый. Тадж милый. Как кукла. Нажимаешь ему на пузико, и он говорит, папа, я тебя люблю. Настолько милый. Чтобы наши отношения с Эйвери работали, я планирую летать из Австралии в Америку и обратно, пока Тадж немного не подрастет. Но мне сложно думать о том, как я буду жить вдали от Таджа, даже если речь идет о паре месяцев. Это нелепо. Как ты будешь жить и работать в Австралии всего девять месяцев в году? Никто не даст отпуск на три месяца. Роберт Эш давным-давно работает на себя. Он может путешествовать и консультировать клиенток. А вот и озеро. Ух ты, как красиво. Да, вот это птичка. Так бы и приготовила. Энни, боже мой. Помнишь, я рассказывал тебе, как кормил уток? Да. Рядом был большой знак «Уток не кормить», а я сидел рядом и в упор его не видел. «Крутой тот, кто живет круто». Забавно. Рядом знак «Уток не кормить», а я сидел рядом и кормил. Настоящий бунтарь. Жизнь на острие ножа. Вот это да. Ты молодец. Пыталась его научить, но у самой не получалось. А он сразу правильно бросил. Эйвери опять втянется из-за Таджа. Маник, я еле сдержалась. Очень уж милый у него сын. Пока, Тадж. Пока. Я приехала в Австралию с надеждой на то, что Эш сделает мне предложение. Но несмотря на то, что мы очень любим друг друга, наша ситуация не становится проще. Нам нужно решить многие вопросы до моего отъезда. Серьезные отношения на расстоянии изначально обречены. Они оба слишком красивые, у них много других вариантов. Тим, знаешь, вообще-то я из тех, кто может вечно отношения на расстоянии продолжать. Я люблю одиночество. Лишь бы человек хороший был, Тим. Лас-Вегас, штат Невада. Вы все меня пилили, думали, этот момент не настанет, а потом у всех челюсти попадали. Рад, что все ненавистники проиграли свои споры. Дэвид Невада Боже мой! Видео из ТикТока Ты чего? Слушай, она настоящая! Я думала, что выдумка! Что забавно, я знал, что даже мои соседи смотрели ту серию, потому что я сидел у себя в спальне и смотрел ее в прямом эфире и услышал, как они заорали из дома через дорогу сразу все понял. У меня есть приложение переводчик. Я рада наконец-то встретиться. Я рада наконец-то встретиться. Да, да, да. наконец-то мы встретились. Пишет Шанель. Я не понимаю, как можно быть в отношениях и на разных языках говорить. Так и будете через гугл-переводчика общаться? До этого мы на английском общались. Сайт сам переводил. И не будем мы через гугл-переводчика вечно общаться. Думаете, она английский не выучит? Смешно. Это вообще не проблема. Как же мне хорошо. Просто не верится. Семь лет, и вот она здесь. Жутковато. Очень странно. Люди думали, я ее волосы нюхаю, но я просто обнять хотел, а все решили, что нюхаю. Боже мой. Почему вы ушли именно сегодня? Я чувствовала, что это моя родная душа. Я тоже считал ее родной душой, хоть и не говорил, потому что мы с ней одинаково мыслим. Так что она права, и я рад это слышать. Дэвид мне привлекательнее как мужчина. Это даже превзошло мои ожидания. На сегодняшний день мне все нравится в Дэвиде, кроме кожного пальта. Кроме пальто! Нам тоже не нравится. Кстати, помню, я этот взгляд заметил, но не понял, что он значил. Оказывается, она насчет пальто пошутила, оно ей не понравилось. Пора начать новую жизнь, нашу совместную жизнь. Пойдемте обратно к ней. Что-то я расчувствовался. что еще пишут? Сообщение от не вашей старшей. У нас пандемия в разгаре, и шершни убийцы налетели, но встреча Дэвида и Ланы самое невероятное событие 2020 года. Чем запомнится 2020 год? Это год коронавируса и встречи Дэвида с Ланой. Худшее ведь позади будет эмоциональное прощание. Я улетаю из Мельбурна. Смотрим! А как Роз? С ней все. Все? Роза завяла. Он ее не полил, и она высохла. Наоборот. Это она меня из ковшика сначала холодной воды полила, а потом из шланга. Я хочу быть с тобой. Женюсь на тебя. Уверен. Дайте перемотать. Женюсь на тебя. Уверен. Только не проси. Я не готова. Мы можем пойти к арке дружбы народов. Хорошо. Дружбы! Это намек? Не метафора, нет. Не значит, что я просто друг. Я не забывалась, обязательно протирала руки. Даже мопсу надоело слушать про болезни Стефани. Дай лапу, если надоело. Спасибо, Фрэнк. 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 Фрэнк.